Этой ночью за пожаром во Владимире пришлось эвакуировать гостиницу. 21 декабря в 2 часа ночи загорелось золотое кольцо. Задымление было в подвальном помещении. Огнеборцы прибыли на место через 4 минуты после поступившего сообщения. Из гостиницы эвакуировали 70 человек. Погибших нет, пострадал мужчина 93 года рождения. Он отравился продуктами горения. Возгорание ликвидировали спустя 15 минут. В тушении было задействовано 66 человек и 25 единиц техники. В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество, которое находилось в подвале. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Вода безопасна. О том, что воду из Нерлинского водозабора можно пить, теперь сообщают московские эксперты. Водопроводную воду отправили на анализ в один из московских испытательных лабораторных центров. Результаты обнадеживающие. Качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормам. Подтверждает это и Владимирский Роспотребнадзор. С момента ЧП взяли больше тысячи проб водопроводной воды. Опасности нет. В то же время к административной ответственности привлекли МУП Владимирводоканал за нарушение санитарных требований к качеству воды. Напомним, в первый день ЧП органолептические свойства воды из крана были выше нормы. Выявлять источник загрязнения теперь будут следком и прокуратура. Материалы ведомством Роспотребнадзор уже отправил. Разошлись во взглядах на события. Александровская прокуратура усмотрела в действиях дочки Газпрома злоупотребление доминирующим положением. Проверку проводили по действиям Газпром Межрегионгаз Владимир в городе Струнино в мае этого года. Тогда газовики отключили подачу топлива тепловодоканалу. В результате чего без горячей воды остались жители города. Прокуратура подала материалы в Уфас, а там признали факт нарушения дочка Газпрома закона о защите конкуренции. Газовики же в свою очередь заявляют, что действовали в правовом поле, так как Струнинский тепловодоканал в лидерах неплательщиков. По данным Газпром Межрегионгаз Владимир, только с начала этого года долги муниципального предприятия перед поставщиком выросли почти на 14 миллионов рублей. Газовики пеняют и на областные власти. По их словам, администрация региона взяла на себя обязательство закрыть долги муниципального предприятия. И если обещание было выполнено, отключать бы тепловодоканал не стали.